как формировать свое сознание реакции к неприятным ситуациям что за неприятные ситуации все неприятные ситуации они те что надо ситуации те что тебе нужны с ними работать а не бороться с ними не настраивать себя на неприятную ситуацию использовать неприятную ситуацию и смотреть на ее смотреть что за ней скрывается что она к чему она тебе выводит не сопротивляции а использовать ее сопротивление ее сопротивление то есть ее от нее идти использовать эту энергию любая ситуация которую ты называешь неприятные это та энергия которая идет к тебе, дается тебе, предлагается тебе. И ты должен убрать, она тебе указывает на какую-то хуйню, на эту неприятность, она тебе указывает эта ситуация неприятная. Это не ситуация неприятная, эта неприятность находится внутри тебя. И эта ситуация тебе на эту неприятность указывает. Он говорит, что в тебе живет эта червь. Ты этого червя должен приручить, потому что он бесхозный, он ползает и грызет там все подряд в тебе. Ты должен ему направить, указать ему, как вступить с ним в взаимодействие. То есть, так или иначе, это энергия. Вот эта неприятность, которая в тебе, это энергия, с которой ты не взаимодействуешь, которую ты прячешь, которая должна быть использована тобой в жизни, как руки, ноги, глаза, уши, все органы чувств, все органы твоих возможностей. Это то, что ты должен пользоваться, юзать, а ты какие-то моменты в себе прячешь. И возникает ситуация, которая указывает, это же магия, вот она магия жизни. Ситуация это сам ты, это ты ее создаешь, чтоб она тебе указал на вот эту неприятность. Ты об этом не знаешь, ты об этом не помнишь, но это ситуации твои. Ты их называешь по инерции неприятными. Вот сейчас ты пришел ко мне узнать, это тоже ты создал. Я тебе расскажу, что эта ситуация создана тобой, она указывает тебе на твою энергию, спрятанную внутри тебя, которая тебе неприятна, потому что ты ее не юзаешь, ты ее не пользуешься. Это энергия, программа, которая вот в нас, они, эти программы нас все время меняют, взаимодействуют с нами. Мы, исходя из них, ощущаем себя живыми типа, потому что нас нет. Тебя нету. Ты существуешь только благодаря этим программам, вот этим энергиям. Можно назвать программой ее, энергией, чем угодно. И из этого ты состоишь. И все, что в тебе это ты. И вот эта неприятность, на которую тебе указывает ситуация, это тоже ты, это тоже твоя часть твоей личности, часть твоей вот контурности программной, в которой ты осознаешь себя и как живого, как будто ты жив, как будто ты есть. А в действительности ты программа, обычная программа, как робот. Могут ли психоделики открыть что-то новое? Это твой личный вопрос. Что тебе что может, ты сам узнаешь. Оно тебе индивидуально откроется, специально для тебя. Твой уникальный опыт. Я не знаю, психоделики, не психоделики, это твой личный выбор. Я таких рекомендаций не даю по психоделикам. Типа принять и те части, которые сам считаешь негативными. Ну принять ли или осознать их, посмотреть них. Рассмотреть, что это за то, что ты называешь негативным. Проявить. Любой негатив, он его можно проявить. Любое негативное состояние, это твоя непроявленность внутри тебя. То, что ты называешь негативным. Это просто негативчик, он неплохой. Это просто как бы обратная сторона. Программа – это метафора и реальность. Программа – это описание. Описание. То, что мы выражаем словами. Некая проявленность того, чего нет. Вот нет – пустота. Хоп, появился описание – пустота, а становится проявленным. В ней что-то возникает. Как листок бумаги. Берешь и рисуешь. Вот эта программа, вот она, хоп, рисование. И ты нарисовал, запомнил лист чем-то, каким-то образами, какими-то рисунками, каракулями. И вот пыл получал. А вот ты в них, и в этих каракулях можешь даже что-то разглядеть, какие-то там образы лица с ассоциацией. И вот возник сюжет. Вот это и есть программа. Считаете ли вы себя еще запутанным? Ведь мы засыпаем каждый день. Вопрос в том, как сейчас мы просыпаем. Мы спим всегда. Сон всегда, он беспрерывный. Ты ты должен, можешь осознавать, не должен, а можешь. Должен, ты сам себе решаешь, что ты должен, что не должен. У тебя есть возможность осознать эту программу, осознать сон. То есть, если человек поступает нехорошо со мной, хотя знает, что это мне будет неприятно, то это потому, что я проецирую это. Как не создавать это внутри себя? Я говорю, используйте. Человек – это ты. Каждый человек – это ты. Это твое обращение к тебе самому. Это твое послание. Твой указатель на тебя. Все, что ты видишь – это твое представление. То есть, это ты. И то, из чего ты состоишь. То, что ты видишь в человеке, вот он делает, это твое представление о человеке. А представление, что человек, что это не ты, а твое представление. В действительности все это ты. И это тоже представление. Все, что действительно, оно представление, интерпретация, описание. Это действительность описания. А действительность – это описание. Оно всегда так. ты просто должен знать что ты всегда то что ты видишь то что ты знаешь то что ты понимаешь это только ты не что иное у тебя есть возможность поменять видишь говнюка неблана сучку паразита мерзавца ну ты понимаешь это ты хочешь видеть дальше в нем мерзавца паразит хочешь осознавая ты меняй свое представление а хочешь вообще не касайся это этого этого ощущения пропускает дальше как в тиндере да пропустить пропустить не понравился пропустил а мы шоу зачастую как правило да все слушайте не нравится что-то пропускаешь как раз то что тебе нужно но только не сразу это понимаешь а какое-то время проходит дай-ка я все-таки вот с этим произошел контакт произошла связь как изменить свое представление не как так может осознать что это все твое представление вижга давно как ты поменяешь не как понял что ты вот и думаю блять шоу как как-то вот так вот так ебать вы говорите что мы спим всегда когда тогда как вы смотрите на учение буды я не смотрю на учение буды потому что это его это учение буды шоу нам не учение буды есть только твое учение твое собственное уникальное твое учение все что ты ты слышишь в будде это все ты это есть ты нет никого буду этого ты читаешь буду это твое восприятие тот образ который возникает когда ты про буду слышишь что те аллюзии метафоры ощущения состояние понимания это все ты вот ты читаешь что-то там будь из буддизме все ты то как ты слова складываешь что какой смысл ты извлекаешь те контексты которые не контекст эти фрагменты которые ты вырываешь из контекста всеобщего все ты поэтому то что я там чувствую это одно то что ты там и другое поэтому чуть-чуть и и не скажу это все будет ты ты будешь ты тогда расскажите как избавиться от того что человек может тебя предать потому что на продолжительность 6 лет я получаю то чего боюсь это то чего тебе на что те указывает и потяни предатель предательства вообще не существует предательство твоя твое описание какого-то вот такого расхожего шаблона на эту тему что когда ситуация складывается вот так вот так типа это предательство это плохо и она задевает твое самолюбие что его сформировал самолюбие ввиду каких-то отправил тебе установку вот этих ябланских базовых установок и ты из них вот извлекаешь куда предательству тебя задевают конфетку тебе не дали блять что-то там тебе по головке не погладь не похвалили тебя блять за стишок вот предатели блять шоке шоке 3 чё должен ты еб то ты кто блять те кто чечет должен для почему хотят то и делаю блять предатели предатели сам ты блять предатель предатель она придала мне порадуйся пусть идет и чё делать хочет блять поблагодарю за то что указала где в те еблан живет дочень владимир как отпустить постоянные размышления ни о чем те о которых вы говорите чтобы что типа что такое совесть я не поняла сложный чё-то написал помню тебя просто уже гонишь уже столько вопросов задала получил все уже ответа таки будучи остановиться не можешь будет уже там совсем хрень написал мозг очень сломать спасибо лучше я поблагодарил спасибо оттолкнулся пошел дальше не понял что ты ищешь в наших вопросах не знаю не знаю но очень интересно помните как кто-то все время пишет нихуя не понятно но очень интересно вопрос в другом зачем ты это спрашиваешь что тебе блять какой совет вы бы дали девушке которая хочет обрести осознанность я бы не стал никакого совета ей давать и пока она меня и они мне попросит конкретно сформулировать вопрос что и беспокоит я тогда ответят зачем мне давать какой-то совет когда человек что-то хочет у него значит все он со своей хочу шка взаимодействие все правильно она делает то что нихуи никаких советов давать и сам я хочу заведать совет ты же не девушка ты кто парень полу лица там непонятно чего парень баба ты девушка хочешь осознанность поменьше хотеть если ты девушка а если там какая твоя девушка который ты хочешь дать совета сначала спроси нужен ли этот совет я лучше не спрашивал она сама владимир вы попали в эзотерическую ловушке мая считая себя богом вы препятствуете восстановлению своих вечных взаимоотношений с ними никто богом себя не считает кроме тебя дружище это все то что я считаю это твое представление таких вещей людям считать себя богом не предлагаю потому что бог это мог могущий всемогущий да бог это тот кто создает ты ничего создать не можешь все создается само дружище ты не бог ты ты хуйня ты просто кусок засохший говняшки которую разного разбрасывает ветер в пространстве ты ноль ёпта какой-то нахуй бог ты не бог ты говно ты можешь поиграть в бога да поиграть в этом состоянии то что бог по подобию тебя создал потому что ты всего лишь подобие не являешься им ты подобие ты всего лишь программка ты запись на куске блять бумажки туалетной которую бог записал чтобы не забыть но случайно вытер жопу и спустил в унитаз вот ты кто поэтому какой нахуй бог дурачок блять никакой нахуй ты не бог ты робот ёпта кукла вот поэтому я об этом всегда и говорю вот ты видишь сейчас перед собой куклу я кукла это ты видишь себя ты чё видишь бога во мне или то что я говорил бог вот то что ты во мне видишь что есть ты ты там написал что ловушка мая считаешь себя богом а баба баба вот это ты это богом себя не считаю я как раз таки такая же программа такая же запись на куски туалетной бумаги а